а что происходит с мертвыми когда они покидают этот мир несмотря на то что наши тела прибывают на эту землю а затем очень быстро покидают ее настоящий ты продолжаешь жить когда человек умирает он не прекращает своего существования он продолжает существовать и дальше библия делит человечество на две различные группы бог делит мир на две различные группы существует разделительная линия которая разделяет все человечество существует некая разделительная черта которая разделяет каждое рабочее место существует некая разделительная линия которая разделяет каждую церковь по одну сторону этой черты находятся обращенные а по другую не обращенные одно из посланий коринфянам 1 час 18 минут ибо послание о кресте, это глупость для тех, кто погибает, но для нас, кто спасается, это сила Божья. По одну сторону линии есть те, кто погибает, а по другую сторону линии есть те, кто погибает. Те, кто спасается, и каждая группа отправляются в свое вечное место назначения. Обращенные попадают в рай, а не обращенные в ад. И Господь Иисус Христос учил нас обоим этим темам. Как ни странно, вы встретите христиан, которые заявляют, что верят в Иисуса, но при этом отрицают существование ада. Иисус учил о рая, а также говорил о баде. Сегодня мы рассмотрим оба места и узнаем все, что можем, в соответствии с учением Господа Иисуса Христа. Мы собираемся противопоставить друг другу рай и ад. И то и другое место является вечным. Евангелие от Матфея 2546 И эти люди уйдут в вечное наказание, а праведники – в вечную жизнь. Иоанна 1125-26 Иисус сказал ей, «Я ищем воскресенье и жизнь, верующий в Меня, если бы и умер, все же оживет. И всякий, кто живет и верит в Меня, никогда не умрет». Ты веришь в это? Иисус, конечно же, не имеет в виду, что верующий не умрет физически. Лазарь был мертв уже тогда, и с тех пор умерли миллионы последователей Иисуса. Иисус имеет в виду здесь то, что тем, кто верит в Иисуса Христа, кажется, что они умирают, но все же они живут. Они еще не находятся в могиле. Они навеки пребудут с Господом. Смерть не может убить верующего человека. Она может только привести его к более свободной форме жизни на всю вечность. Как только ты попадешь на небеса, ты останешься там навсегда. Никогда больше тебе не придется проходить через страдания этой жизни. Никогда больше тебе не придется проходить через испытания и невзгоды этой жизни. Наш разум не в состоянии постичь вечность во веки веков. Подумай об одном из них, о годах. Подумай о том, чтобы прожить 10 лет. Подумай о том, чтобы прожить 100 тысяч лет. Подумай о том, чтобы прожить 1 миллион лет. Подумай о том, чтобы прожить 10 миллионов лет. И это даже не капля в океане вечности. Иногда я слышу, как верующие жалуются и ноют по поводу некоторых вещей, через которые им приходится проходить на этой земле. И я всегда думаю про себя. Они даже не представляют себе, какими чудесными будут для них небеса все эти вещи на которые они жалуются не будут значить для них абсолютно ничего когда они окажутся на небесах в евангелии от иоанна 14 1 минус 3 да не смущается твое сердце если ты веришь в бога вере в меня в доме моего отца много особняков если бы это было не так я бы не сказал тебе об этом я иду приготовить место для тебя если я пойду и приготовлю место для тебя я приду снова и приму тебя к себе чтобы там где я могли бы да тебе возможно придется пройти через многое на этой земле но бог говорит тебе пусть твое сердце не смущается иисус готовит для тебя место место где ты будешь пребывать всю вечность и точно так же как рай вечен так и отвечен маттю 25 46 лет и эти люди уйдут в вечное наказание а праведники в вечную жизнь в конце концов необращенные будут брошены в озеро огненное однако для цели этой проповеди мы будем называть ад и огненное озеро адам есть люди которые ненавидят то чему учит библия если ты умрешь нераскаившимся грешником ты попадешь в ад на всю вечность они утверждают что бог это не бог любви и не бог справедливости некоторые люди утверждают что как ты можешь говорить мне что бог справедливый бог если он считает вечным наказанием людей которые прожили на этой земле всего 20 или даже 80 лет как может жизнь состоящая из 80 лет греха служить основанием для вечного наказания но мой ответ на этот вопрос заключается просто в следующем продолжительность наказания не имеет никакого отношения к продолжительности греха в мире в котором мы живем один человек может совершить несколько убийств менее чем за 30 секунд и все же этот человек приговаривается к пожизненному заключению или двум последовательным пожизненным срокам тюремного заключения почему же так происходит это происходит потому что продолжительность наказания не имеет никакого отношения к продолжительности преступления именно тяжесть преступления определяет продолжительность наказания именно тяжесть преступления определяет продолжительность наказания именно характер преступления определяет продолжительность наказания и когда необращенный грешник грешит против бога он грешит против святого вечного бесконечного бога бога который не ограничен ни временем ни пространством поэтому этот грех заслуживает вечного наказания в конце концов они согрешили именно против вечного бога мы относимся к греху легкомысленно но правда в том что грех это серьезная проблема грех настолько серьезен что самому богу пришлось покинуть небеса и спуститься на землю чтобы справиться с ним ни один человек не смог бы справиться с грехом ни один ангел не смог бы справиться с грехом иисус должен был прийти чтобы разобраться с этой проблемой греха бог это бог справедливости и его справедливость требует чтобы грех был наказан А кроме того, Бог — это Бог любви. Вот почему Бог так возлюбил мир, что отдал своего единородного Сына, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ад реален, и он вечен. Тот же самый Иисус, который проповедовал о рае, это тот же самый Иисус, который проповедовал о Баде. Если ада не существует, значит Иисус не был непогрешимым. Если ада не существует, значит Иисус ошибался. Если ада не существует, значит Библия лжива. Но совесть каждого мужчины и женщины, которые меня слушают, знает одно. Существует место, называемое адом, место плача и скрежета зубов. Думай, думай, думай о том, куда отправится твоя душа, когда ты покинешь этот мир. Грех и сатана дадут человеку ложное чувство уверенности в том, что ты будешь жить вечно на этой земле. Поэтому ты можешь жить так, как тебе заблагорассудится. Холодная честная правда заключается в том, что смерть приближается. И для некоторых она наступает раньше, чем для других. Ты готов к этому? Потому что ты не знаешь, когда это произойдет. Ад это такое место, где нет любви к Богу. Это такое место, где царят только плач и скрежет зубов. То, что попадает туда, остается там навечно. 28 лет. И не бойся тех, кто убивает тело, но не может убить душу, а скорее бойся того, кто способен уничтожить и душу, и тело в аду. И я иногда поражаюсь тому, как люди, которым не хватает страха Божьего, живут своей жизнью. Как же людям откровенно не хватает святого страха Божьего? Как же людям не хватает трепета при мысли о том, что в один прекрасный день они предстанут перед существом, которое невозможно описать словами. Перед существом, которого ни один человек никогда не видел и не жил на свете. Перед существом, которого боятся и трепещут даже демоны ада. Этот день настанет для всех нас. Реальность такова, что все мы не будем жить вечно, и это то, с чем тебе нужно смириться и подготовиться к этому. Мы люди, хрупкие существа. Ты вовсе не супермен и не супер-женщина. Правда в том, что все мы такие хрупкие и хрупкие. Может быть у тебя и есть 8-килограммовый пресс и мускулы, выступающие у тебя на лбу, но тем не менее ты очень хрупкий. И Божий суд может свершиться в любой момент. Даже взгляни на людей в твоей жизни, которых ты знал, с которыми ты вырос, которые все теперь ушли, и сделайте шаг к тому, чтобы предстать перед судом в одиночку. Мы хрупкие, а жизнь коротка. Мы хрупкие, и то, что нас ждет, это страшный суд. Мы очень хрупкие, и нам нужно подготовиться к тому, что нас ждет. Я хочу закончить эту проповедь, сосредоточив внимание на небесах. Бог хочет, чтобы ты был на небесах. Выслушай меня внимательно. Бог хочет, чтобы ты был на небесах вечно. Для тех, кто обратился в веру, для тех, кто доверил свою веру Иисусу и только Иисусу, они проведут вечность на небесах, и им не нужно бояться ада или смерти. Взгляни на двадцать первого апостола Павла, ибо для меня жизнь — это Христос, а смерть — это приобретение. Павел понял кое-что такое, чего не понимают многие христиане. Для меня жизнь — это Христос, потому что Он мой источник радости, причина, по которой я должен жить, а смерть — это приобретение, потому что я буду с Ним в вечности во веки веков. Если бы ты понимал, что приготовил для тебя Иисус, ты был бы первым, кто воскликнул бы о ней. Иисус готовит место для тебя, не для всего мира, не для других людей, а именно для тебя. Иисусу известно твое имя, и Он готовит тебе вечный дом. И ты можешь задать мне вопрос, почему ты так много проповедуешь о небесах. Это происходит потому, что мы недостаточно много думаем о небесах и с нетерпением ждем их. Мы этого не делаем. С нетерпением жди встречи с небесами. Эта жизнь — это еще не все, что у нас есть. Я помню тот день, когда я начал больше думать о небесах. Я застрял в пробке, когда ехал на работу, и подумал про себя, что в жизни должно быть нечто большее, чем просто просыпаться, а затем идти на работу. Возвращаться домой, есть, спать, и повторять это снова и снова. А потом я умираю, а затем перестаю существовать. Нет, нет, нет. За пределами этого мира существует целый мир, вечный мир. А что происходит с умершими, когда они покидают этот мир? Они попадают либо в рай, либо в ад. Третьей категории людей не существует. Здесь нет никакой золотой середины. Субтитры создавал DimaTorzok